итак снова здравствуйте здравствуйте дорогие друзья недорогие недругие и совсем дешевые недоброжелатели всем привет сегодня я вам расскажу о своей поездке с финским турбюро в один из самых старых городов испании врунду город расположен в 50 километрах от побережья и в 113 километров от малаги желаете полюбоваться морем вот она перед вами с утра такой густой туман что море не видно через несколько минут мы отправляемся в ронду город расположен в горах на высоте семьсот двадцать три метра над уровнем моря этот город расположен по обе стороны тахо де ронда ущелье глубиной более ста пятидесяти метров этому мосту пуэнту ну его почти триста лет а вон тому небольшому масту пуэнту бьяхи четыреста лет ронда основана еще в четвертом веке до нашей эры кельтскими племенами в те далекие времена она носила название орунда а статус города одно из самых старых поселений европы получила при юлии цезаре и при римлянах ронда достигла особого расцвета город даже получил право чеканки собственной монеты а жители ронды имели равные права с гражданами великого рима но римская империя пала и поселение стала переходить в руки других завоевателей варваров потом арабов а в 1485 году ронду завоевали испанские монархи ой мамочки ой мама дорогая во люди живут наверное ночами никто здесь сильно не мешает так комрады пока там туристы не разошлись я вам покажу образец типичной андалузской архитектуры смотрите такой типичный дворик как раз сейчас здесь проводится выставка андалузской архитектуры несмотря на то что на улице 26 градусов здесь приятная прохлада здесь сейчас проводятся какие-то здания используются для каких-то конференций совещаний собраний старинные фрески всем этим домам не одна сотня лет по моему около двухсот лет и они не продаются они все время передаются по наследству так дом врача так дом врача так дом врача пройдем типичной улицей таких очень много испанских деревень именно с такими типичными улицами так здесь еще и машины ездят давай давай туристы снают туда-сюда нужно было бы ночевать здесь вечеру туристы разъедутся можно было бы спокойно здесь походить но может быть я еще приеду когда-нибудь с ночевьем пройдемся по типичному испанскому дому когда-то здесь жила семья врача а может не врача извините прослушала они завещали этот дом монастырю посмотрите какая мебель из из ореха вешалка паркет что не часто увидишь в испанских домах здесь сделан лифт посмотрите какой вид там внизу работает ресторан и теперь пройдемся по дому такой веркер смотрите какой дворик у них правда замечательно обратите внимание на камень это тоже резной орех вот посмотрите как здесь можно было уединиться и проводить в прохладе и размышлениях свое время посмотрите какие открываются виды сейчас это музей и там действует ресторан так нам здесь накрыли столы сейчас мы будем угощаться на этом друзья с вами прощаюсь спасибо за внимание и до новых встреч спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Место мечети заняли церкви, стали строиться новые кварталы. Правда, многие постройки серьезно пострадали во время вторжения войск Наполеона и гражданской войны в Испании. Но городок был отреставрирован, и сегодня это знаменитый туристический центр и популярное место отдыха. Продолжение следует...